Итак, соответственно, у нас сегодня седьмая лекция более слегбеза, и сегодня мы поговорим о так называемом спектрализме, и попытаемся вскрыть закономерности появления этого тренда в музыке второй половины XX века, с помощью систем-симуляторов, предложенных французским философом и социологом Жаном Бадрияром. Под спектрализмом, в узком значении этого слова, понимают творческие искания всего нескольких французских композиторов. Прежде всего, это Жерар Гризе, Тристан Мюрай и Юг Дюфур. Это три самых крупных из них. Два последних еще живы по сей день и активно создают новые музыкальные произведения. А Юг Дюфур, который вы видите на фотографии, является и автором термина спектрализма. Помимо этого, инициаторами создания групп молодых композиторов, ищущих себя в области исследований природы звука, были также Михаэль Левенас, это сын достаточно известного этического философа, профессора Сарбонны Эммануэля Левенаса, и Рожер Тесье. Я расположил авторов условно по их вкладу в культуру. Самый известный, конечно, Гризе, тем более, что он уже ушедший автор, и больше он не сможет принести. Однако, на самом деле, благодаря поискам этих авторов, принципы спектральной музыки оказали влияние практически на все музыкальное искусство, начиная с 70-х годов 20-го века, и продолжают оказывать его и по сей день. По этой причине мне показалось важным разобраться, какое историческое место занимает данное направление, если взглянуть на ситуацию шире, чем просто отдельное исследование истории музыки. Меня заинтересовал вопрос основания. Основание творчества спектралистов, а не просто их музыка, при всех ее достоинствах. И именно об этом мы сегодня и попробуем поговорить. По этой причине мы, как всегда, начнем не с самой основной темы сегодняшней лекции, но с небольшой зарисовки, которая введет нас в предыстории предметов. В 1971 году, то есть всего за два года до рождения французского спектрализма, известный философ Мишель Фуко в Тунисе прочел лекцию о творчестве Эдуарда Манэ. Лекция долго считалась утраченной, но в начале 21-го века ее неожиданно удалось обнаружить. И теперь мы имеем возможность читать ее даже на русском языке. Казалось бы, какая связь может быть между французским философом, группой композиторов-спектралистов и художником середины 19-го столетия? Ну, за исключением того, что все они были французами. Однако, для того, чтобы ответить на этот вопрос, пойдем по порядку и обратимся к работе Фуко о Манэ. Фуко пишет, что на протяжении многих веков холст считался чем-то нейтральным. Тем, что не имеет к картине никакого отношения, кроме места, на котором она изображалась. Позволю себе собственный текст Фуко. В традиции западной живописи пытались заставить забыть, замаскировать и уклониться от того факта, что картина наносится или пишется на определенном фрагменте пространства, который мог быть стеной в случае фрески, деревянной доской, холстом, а порой даже клочком бумаги. Заставить таким образом забыть, что картина располагается на этой более или менее прямоугольной поверхности в двух измерениях. И заменить это материальное пространство пространством изображаемым, которое, так сказать, отрицало пространство, на котором рисовали. Живопись не только изображала три измерения, но и предпочитала, насколько это возможно, посредством больших касательных или спиралей, скрывать и отрицать тот факт, что картина вписана в квадрат или прямоугольник, линии, обрезанными прямыми углами. Кроме того, живопись пыталась представить освещение, внутреннее или внешнее по отношению к холсту, исходящее справа или слева, таким образом, чтобы отрицать и уклоняться от того факта, что картина написана на прямоугольной поверхности, в действительной, освещаемой неким реальным светом, меняющимся в зависимости от местоположения картины и от другого освещения. Нужно было отрицать и то, что картина представляет собой кусок пространства, перед которым зритель может перемещаться, вокруг которого он может ходить, обе стороны которого он может видеть. А потому живопись, начиная с квадра чем-то, фиксировала некое идеальное место, с которого и только с которого можно и нужно было разглядывать картину. Так что материальность картины, это прямоугольная, ровная, реально освещаемая определенным светом поверхность, вдруг, или перед, вокруг, или перед которой может перемещаться зритель, все это скрывалось и избегалось за счет изображаемого на самой картине. А картина изображала глубокое пространство, взбоку освещенное солнцем и видимое как зрелище с определенного идеального места. Конец цитаты. Как вы видите, Фуко пытается показать, насколько картина пыталась уйти от самоё себя. То есть она изображала то пространство, на котором она изображалась. И изображала его иным, чем то, на котором она изображалась. Один грамматист конца XVIII века вводит весьма примечательное сравнение в связи с этим. Он говорит о том, что глагольная форма «быть», столь типичная для большинства европейских языков, по типу «это есть то-то», сравнивается им как раз с самим холстом на картине. Так как глагол в данном случае лишь позволяет быть тому-то или тому-то, но сам он ни в коей мере не вмешивается в ситуацию, о которой идёт речь. Это, опять же, глагол по типу «быть», который может стоить почти в любом европейском языке, делает то же самое, что классический холст для картины. Это то, что позволяет всему состояться, однако мы его не видим. В русском языке он в большинстве случаев даже опускается. Это не значит, что он не подразумевается. Но проследуем за мыслью Фуко далее. Фуко полагает, что именно начиная с фигуры Эдуарда Моне в живописи, всё радикально изменилось. Именно ему следует отдать ландры первенства в созидании нового искусства. Так как данный художник впервые за многие века вновь увидел холст. И понял, что холст не нейтрален. Понял, что как бы мы ни старались скрыть за красками поверхность холста, она всё равно накладывает на картину свой отпечаток. И что этим можно и нужно смело пользоваться. Я позволю себе ещё несколько небольших цитат из Фуко, дабы показать вам анализ некоторых картин Моне, которые, причём, связаны исключительно с той темой, о которой мы будем говорить далее в музыке. Разбирает он очень много картин Моне. И начнём мы, пожалуй, с расстрела императора Максимилиана. Вот что пишет Фуко. Совершенно очевидно, что Моне не изображает расстояние. На своей картине он задаёт этот маленький прямоугольник, в который помещает всех своих персонажей. Уменьшение персонажей указывает на чисто интеллектуальное, а не перцептивное понимание того, что между одним и другим, между жертвами и расстрелянной командой должно быть расстояние. Таким образом, в этом заданном Моне маленьком прямоугольнике, в который он помещает своих персонажей, происходит разрушение некоторых основополагающих принципов западного живописного восприятия. Здесь мы попадаем в живописное пространство, где расстояние больше не даётся, как видимое, где глубина больше не является объектом восприятия, и где пространственное расположение и удалённость персонажей просто заданы знаками, имеющими смысл и значение лишь внутри картины. То есть, отношение между размерами тех или иных персонажей носит произвольный или, во всяком случае, символический характер. Вот, пожалуйста, одна из таких работ, на которых обыгрывается сама плоскость холста. Стена за персонажами – это абсолютно плоская поверхность, которая и отражает плоскость самого холста. Более того, она фактически идеально повторяет край самой картины. Она его не пытается скрыть. Любой художник до Моне эту ситуацию изобразил так, чтобы стена оказалась по отношению к самой картине в качестве диагонали. Но только не Моне. Потому что он себе позволял и значительно больше. Следующая картина – это «Аржан Тэй». Обратите внимание на следующее. Вот на эту мачту. Мачта задаёт одну линию координат, палуба корабля или скамейка задаёт другую линию координат. Они точно соответствуют развертыванию холста. То есть он задаёт ось Y, Y и ось X. Всё. Более того, Фуко об этой картине высказывается в ещё более степени радикально. Что здесь изображено, так это сам холст, имеющий вертикальные и горизонтальные линии. И в то же самое время, в растонародье грубоватые персонажи, изображённые на полотне, для Мане лишь игра, заключающаяся в том, чтобы изобразить сами свойства холста. Фуко настаивает на том, что персонажи – это только причина. Цель же – изобразить сам холст. Ну и наиболее радикальное полотно, для нас в наибольшей степени интересное, это «Порт в Бордо». Прошу обратить внимание на скопление больших кораблей, их мачт, и их снастей. Я дам в увеличении этот фрагмент. Все эти мачты написаны точно по плетению холста. По большому счёту, это разметка самого холста. Вот такого живопись не знала никогда. На этой картине изображён сам холст, на котором она изображена. С этим можно сколько угодно спорить, можно соглашаться, но если вы обратитесь к чтению Фуко, эта книга на русском доступна, то убедитесь, что он приводит в достаточную аргументацию своим положением. И у меня, к сожалению, нету большего количества времени, чтобы уделить живопись для нашей лекции. Поэтому остановимся лишь на выводах, которые можно сделать из анализа творчества. Мане. Выходит, что Мане стал первым, кто осознал ненейтральность материала, того, с чем он работает. Холста и красок. Выбирая материал, мы, по сути, выбираем и форму воплощения нашей идеи. Так как наполовину она зависит от материала и техники, то есть технических средств, с помощью которых воплощается произведение искусства. Все искусство XX века будет крутиться вокруг этой мысли. Но если в живописи материалом был холст и краски, то в классическом искусстве композиции такими же средствами воплощения являются звук, музыкальный инструмент, из которого извлекают этот звук, а также акустическое пространство, в котором он себя реализует. Именно эти составляющие и легли в основу созданного в 1973 году проекта «Маршрут» группы композиторов, вошедших в культуру под именем спектралистов. Что представляет собой спектральный метод? Так как в аудитории есть не только музыканты, то я попробую выразить суть феномена, не вдаваясь в музыковечество, терминологии. Если сильно упрощать, то спектралисты работают с самой материей звука. И в некоторых пьесах можно даже говорить, что их соавтором в той или иной степени является сам звук. Для того, чтобы выяснить природу того материала, с которым работает композитор, но, кстати, работы это еще не значит, что он всегда осознает, спектралисты обращаются к помощи компьютерных средств. Ключевой составляющей при работе над сочинениями у спектралиста является спектрограмма. Спектральный анализ звука. Анализ интенсивности частот. Берется любой звук. Звук лопнувшей струны, стеклянной палочки, удар ею по некой поверхности. Или, как в знаменитой пьесе Жераро Гризе, «Частицы», основой для работы автора является гармонический спектр нижней ноты ми в исполнении на тромбоне и контрабасе. Это является основой всей композиции. Этот звук с помощью микрофонов записывается и анализируется на компьютере. Выявляются закономерности его проживания. То есть, атаки, длительности и угасания. Выявляются частотные модуляции, которые в нем могут происходить. Звук рассматривается как под микроскопом. Причем до тех пор, пока композитор не выудит оттуда из всего одного отдельно взятого звука, отдельно взятого тона, весь необходимый материал для воплощения его на макрофона. Так, к примеру, форма сочинения может быть выстроена по образцу строения легшего в основу ее звука. То есть, один звук, который может звучать всего считанные доли секунды, может влечь в основу достаточно протяженной по звучанию композиции. Равно как и та интонационная работа, к которой авторы-спектралисты иногда тоже обращаются, также может иметь определенную зависимость от той частотной модуляции, которая наблюдалась в определенные фазы развития этого звука, рассмотренного под очень большим увеличением. Жерар Гризе, напомню, это один из лидеров этого направления, именовал это следующим образом, что так музыка предлагает себе путь из микрофонии. Микрофония – это внутреннее пространство отдельно взятого звука. К макрофонии. А макрофонии он именовал не только совокупность звучания всего, но профессиональная макрофония с его точки зрения – это искусственно выстроенное звуковое пространство. То есть микрофония переданная в укрупненном плане, на предельно укрупненном уровне. Или, если говорить совсем просто, цель этих акторов была вернуть в музыку сам звук. Как и целью многих художников 20-го столетия, стало желание вернуть зрителю сам материал, с помощью которого художник воплощает свой залазь. В основном это имело отношение не столько к холсту, как в случае с Эдуардом Моне, как к непосредственности краски, как таково. Так появляется нефигуративная жена. Кредо спектралистов можно выразить всего одной фразой. Это сочинять музыку не нотами, но звуками. Для создания такого микроскопа, условного естественного микроскопа, позволяющего услышать публике то, что происходит в звуке на микроуровне, потребовался и новый композиторский аксинал, то есть новые технические средства. Эту технику Грязе назвал инструментальный синтез и определил так. Каждый участвующий инструмент воспроизводит одну из гармоник моделируемого спектра. То есть все инструменты, звучащие в единовременности, складываются на самом деле в единый спектральный срез всего одного единственного звука. Но он воплощен не на микроуровне, когда его можно услышать лишь глазом, увидев на спектрограмме с помощью высокочувствительных микрофонов. А он воплощается в партитуре уже на макроуровне и слышен даже непрофессионалом, потому что это уже реально звучащие ноты. Но каждый инструмент не является неким индивидуальным голосом, индивидуальным темпром в этой партитуре, а он выстраивается в логику частотного спектрального ряда одного единственного звука. Есть и еще один интереснейший пример творчества Грязе, демонстрирующий глубокое изучение механизмов психического восприятия человека. Так, в самом конце его пьесы частицы, это, конечно, нужно вживую смотреть, вживую это наиболее эффектно, поэтому я и пересказываю, хотя и прилагал эту пьесу к посту, посвященному сегодняшней встрече, но просто на аудио вы это не увидите никак. Так вот, заканчивается на следующем вопросе. Ударник очень медленно расширяет свои руки для сокрушительного удара тарелками. И в самый последний момент, вместо того, чтобы ударить в тарелки, в момент удара, удара не будет, он становится вовремя. В этот момент отключат свет. Таким образом, самый громкий из возможных звуков оказывается отсутствие звука с выключением света в этот момент. Весьма интересное наблюдение и очень эффектно вживую звучит. Частицы всегда имеют большой успех при струн. Теперь же мы отклонимся в иную сторону, а именно в сторону системы симулятора Жана Бодрияра, так как мне бы хотелось не просто, чтобы Гулес-Ликбез превращался в некий музыковедческий проект, некий музыковедческий курс, все-таки моя цель добиваться чего-то несколько иного. просто факт указания на то, что кем-то и когда-то создавались спектральные сочинения, мне кажется, не является каким-то особенным достижением. Тем более, что авторы, о которых я говорю, известны, и написано о них немало. Причем, в том числе, даже и на русском языке можно что-то почитать. Правда, я пользуюсь не только печатными а изданиями, но и тем, что извлек из, пусть и краткого, но тем не менее личного общения с Тристаном Юраем, с Филиппом Юрелем, а также с Анри Пусером, чем мысль в последние годы его творчества двигалась в близком спектралистом направлении, если не в его творчестве, то, по крайней мере, в пропаганде этой музыки, а он для этого сделал очень многое. И есть даже вот такие фотографии у нас с супругой. Это в данном случае Тристан Юрай. Он был тогда очень рад, что я оказался единственным, у кого были его компакт-диски. А это Анри Пусер. Одно из самых последних фотографий композитора. К сожалению, после этого очень быстро скончался. Станин Кирсовский. Он у меня спрашивает, я японка или нет. Почему-то решили. И тем не менее, несмотря на такой материал, мне бы хотелось выйти все-таки на несколько иной уровень, на уровень какого-то исторического обобщения, выходящего за пределы только музыкальной истории. и более того, выйти даже за пределы только истории искусств. по этой причине я попытаюсь коротко воспроизвести для вас концепцию симулякров, ключевую концепцию Жана Бадрияра, одного из наиболее авторитетных философов, социологов в образовании и второй половины XX века. Одна из наиболее влиятельных фигур второй половины XX века, а его книга «Войны в Золиве» не была, она делала просто огромное количество шума. Возможно, повлияло на историческое осмысление этого политического явления намного больше, чем само это историческое событие Эмми в этой войне в Золиве. Первый о том, что это не война, заговорил именно Бадрияра, указав на то, что война это там, где сражаются, а это больше напоминало на Тирку, потому что это была просто война. Сражаются это, когда кто-то с кем-то сражается, а когда просто кого-то расстреливают с беспилотником, это войной назвать нельзя никаким образом. Уже начиная с самого ранних своих работ, Бадрияр активно пользуется термином симулякор. Если очень упрощать, то, как правило, под симулякром в широком смысле этого слова подразумевают копию, подделку, или совсем уж упрощать, то копию, не имеющую подлинника. Если выхвачено из контекста это слово будет использовано. Во всей своей полноте эта концепция у Бадрияра была выражена в двух книгах. Ну, вот, собственно, Бадрияр. А вот две эти работы. Это более ранняя, 76-го книга «Символические обмены смерти». Блистательная совершенно работа. И самая популярная книга автора это «Симулякры и симуляцией», представленная даже в «Блокбастеру Матрице». В этих работах Бадрияр вводит историческую логику в так называемые порядки симуляка, сквозь призму которых весьма занимательно посмотреть историю музыки. В книге «Символические обмены смерти» Бадрияр предлагает относительно простую логику смену трех порядков симулякров соответствующих эпохи Ренессанса, промышленной революции и современности. Первый порядок это имитация, копия или подделка. Согласно Бадрияру он как раз и появляется в эпоху Возрождения. И само ее название к этому обязан. Должна некая вторичность относительно первичная античность. Да, как таково. Второй порядок это функциональные аналоги, то есть продукт массового производства. Напомню, что промышленная революция начинается еще с 18 века, когда ручной труд сменяет мануфактуры, а потом и заводское производство. И когда индивидуализированный продукт превращается в продукт удешевленный, то есть одинаковый. И третий порядок это гиперреальность. Ну к гиперреальности можно отнести например такую виртуальную единицу как капитал. Это же не деньги, особенно сейчас навряд ли кто-то поверит, что капитал это другое количество монет. Он в принципе ни на чем не может не выражаться. исключительно символическая единица единица веры масс в том, что существует. Или например такая виртуальная единица как общественное мнение. Особенно с появлением эпохи интернета. Или еще более виртуальная единица такая как его лицо. Что это? Особенно когда его лицо по сути этот же самый человек может оно носить его же самое имя но это не тот же самый человек. Когда это лицо отправляется в фильм за какие-то финансовые нарушения то оно становится совершенно конкретной. Смотря по законодательству чьей страны. На самом деле это не совсем так потому что я только что читал на эту тему статью. Вполне возможно что речь идет исключительно о российском праве. То есть о французском праве это не работает. Что позволяет это юрлицо очень сильно от лица физического отделить и более того именно для того оно и появилось. Чтобы физическое лицо не шло в тюрьму за юрлица. Как показывает практика несколько неприятной собственной биографии у нас это работает так же. На самом деле. Так вот если наложить эту кальку трех симулякров симулякров имитации функциональных аналогов и гиперреальности на историю музыки как таковой мы получим весьма любопытную и достаточно связанную картину. Именно с имитацией голоса инструментами прежде всего духовыми но позже и струнными начинается музыка ренессанса. Пусть и с запозданием но все же не бесконечно. Так уже в творчестве Андреа Габриэлли можно встретить инструментальные духовые хоры. То есть хоры вместо настоящих певчиков. А это все же ченквиченто. То есть вполне такой себе нормальный ренессанс. Такое копирование голоса на самом деле можно встретить в 17 веке повсеместно. Даже виднейший скрипач виртуоз более поздний эпохи. Создатель жанра барочной сонаты создатель жанра концерта гросса как Аханджело Карелли один из учителей Гендера в ответ на вопрос почему он не использует на скрипке ноты выше чем ми третий октавы отвечал всегда очень конкретно выше невозможно спеть. Также любой музыкант должен знать что инструментальное искусство заявило о себе лишь тогда когда темпы одного инструмента попытались воспроизвести на другом и именно в связи с этим примечательнейшим событием человек впервые смог почувствовать как возможности так и ограничения каждого из инструментов. Я имею ввиду прежде всего пьесу Уильяма Бёрда «Афлейта и барабан». Это начало 17 века. В данном случае эта пьеса написана для Вирджинала. Это одна из форм клавесины. А имитирует она естественно провансальский состав музыкантов типичный большой барабан и маленькую флейточку. Как как этот исторический отрезок музыкального искусства можно действительно помыслить как симулякры то прежде всего это симулякры подделки. Симулякры первого порядка. В данном случае все эти примеры были примером копии примером подделки. Подделка подделывался голос прежде всего хор потому что музыка до начала 17 века была преимущественно хоровой искусством. Подделывался хор по его принципу выстраиваются духовые консорты или струнный смычковый оркестр до сих пор существующий. одинаковый инструмент от маленького до большого. Подделываются одним инструментом другой инструмент. Это оказалось более эффективно потому что это подделка уже второго порядка. Подделывается то что и так подделывалось под голос. И наконец каждый из инструментов подделывался под голос. И такая практика повторюсь просуществовала очень поздно потому что Карелли умер уже в 18 веке. Все это относится к одному измерению. Измерению копии. Измерению подделки. Более подробно разбирая логику симуляторов первого порядка Бодрияр настаивал на том что первый порядок симулякров связан не только с копированием вещей но делался всегда в той или иной степени связан был с копированием статус вещи. И это копирование не просто умножало эту вещь а размывало ее значение то есть изначально ее значение что естественно такое статусная вещь по большому счету это вещественно выраженное господское означающее это знак с самым ограниченным значением иначе бы он не имел этого статуса копируя его мы размываем это значение ну пример долгие годы соколинная охота являлась символом монаршей власти но с эпохи ренессанса и позднее обедневшие монархи не могли больше сдерживать свои статусные знаки перед богатыми купцами торговцами предпринимателями эти знаки начинали размываться их начинали использовать многие но те кто естественно могли себе это позволить копирование знаков аристократии мещанским сословием высмеивалось в известной пьесе мальяра мещанин до дворянств на самом деле смешного в этом было мало потому что очень скоро эти знаки вообще перестали уже иметь аристократический статус они стали означать лишь тех кто обладает материальными средствами а вот аристократии их уже не осталось нисколько эти знаки стали знаками богатства а не так давно и его они решились то есть размытость дошла до конца представьте себе что если речь идет о средневековой Европе то богато украшенная карета с определенными атрибутами могла указывать только лишь на представителя аристократии а знаки на ней говорили о какого рода аристократии идет речь со времен ренессанса карету стали покупать себе все кто мог это материально позволить то есть буржуазия оттеснила аристократию от ее законных знаков тем самым и создавая симуляк первого порядка копию не в смысле того что карета буржуа создавалась поликалу кареты подлинника аристократа а в том смысле что они размывали аристократический знак концентрированный знак первого в современном мире мы даже не можем быть уверены что человек у которого дорогой автомобиль обязательно состоятельный человек он может взял его в кредит на всю оставшуюся жизнь является полностью закабаленным этим кредитом то есть знак размился до полной неразличимости чувствуете логику симулякра первого порядка если речь идет о копии о подделке то это не просто подделки ложки для еды это подделка чего-то статусного подделка прежде всего знака и когда речь идет о том что инструмент подделывает голос то это подделка симулякра первого порядка это подделка самого высокого класса это имитация голоса что являлось музыкальным искусством высочайшим на самом высоком достижении то что свободное выражение души дыхания то что сопрягалось в христианской культуре с душой и соответственно с богоподобием где найти в эпоху искусства ренессанса наиболее полное выражение симулякра первого порядка конечно же это попытка возродить античную трагедию возрождение античной трагедии как статусного действа речь идет прежде всего об неком отождествлении с античной аристократии духа так что явление оперы или драму на музыке так более корректно это называть старание флорентийской камераты 16 века является в чистом виде выражением симулякра первого порядка вот она подлинная подделка у Гадара есть такая кинолянка настоящий поддельный паспорт это подлинная подделка подделка греческой трагедии вне контекста греческого голоса желание через это действо заполучить статус просвещенного каким обладали свободные греческие граждане в представлениях эпохи возрождения не знаете что сами по себе не имел никакого значения какими они хотели себя видеть когда приходили послушать это действие которое имитировало действие античное так что как видите какую бы мы не взяли модель первого порядка симулякров Бадрияна более упрощенную как просто копию или более развернутую как копию статусную обе они отлично находятся на теле музыкального искусства и отлично характеризуют историческую динамику более того по времени точно совпадают с теми же феноменами которые рассматривает сам Бадрияна музыки он не касается его естественно больше интересуют социальные отношения он все таки социолог но право образование как же дело обстоит с симуляками второго порядка хороший пример симулякров второго порядка это вещь заводского или фабричного производства то есть вещь у которой в принципе не предполагается наличие какого-то оригинала что статусного что не статусного если мещанин копировал карету дворянина дабы ощутить мощь своего величия то выстраивая фабричное производство цель иная не копирование чего-то а тиражирование во имя удешевления производства и получения большей прибыли ранние примеры можно обнаружить еще в живописи так называемых малых голландцев в 17 веке когда авторы для того чтобы писать много дешевых картин а много денег в Голландии поверьте за живопись никто бы тогда не дал так вот художникам приходилось заниматься крайней узкой специализацией и писать к примеру только натюрновты или только музыкальные инструменты и так далее причем большинство работ этих авторов были очень очень похожи что и позволяло им писать очень быстро но зато они отличались родительно от автора к автору можно сказать что это первый проблеск удешевления произведений искусства в истории при этом они все достаточно качественные так как один раз продуманная композиция воспроизводилась практически на бесконечности ну не совсем как под копирку но очень близко к тому все таки очевидно пожелания заказчика тоже принимались от внимания но не слишком в зависимости от того насколько мы оплатили обычно можно ли встретить подобную же логику унификации в музыке как мне кажется да отражением логики симулякров второго порядка на мой взгляд является сонатная форма она ничего не копирует не существует сонатной формы самой по себе но начиная с середины 18 века она превращается в своего рода лекала по которому краятся самые различные произведения как при эмоциональной сфере так и по жанру сонатная форма может быть представлена в камерной музыке ну как соната собственно в квартете квинтерете секстете даже в крупных симфонических партитурах а начиная с 19 века она распространяется повсюду представляя собой определенного рода конвейер по производству музыкальных сочинений соната в отличие от мессы хороша еще и тем что она не имеет генетической связи с каким-либо статусом в этой форме может быть написано как развлекательная сонатина для какого-нибудь начинающего музыканта так и патетическая симфония посвященная какому-нибудь монарху казалось бы ну с симулякрами третьего порядка в музыкальном искусстве все очевидно это электронная музыка но как мне сейчас кажется это не совсем так дело в том что Бодерияк всегда предупреждал что симулякры первого и второго порядка не пропадают а адаптируются к существующему порядку симулякра то есть сейчас это третий порядок по этой причине сэмплерная электроника по типу London Symphony Orchestra конечно же является симуляром первого порядка так как позволяет к примеру кинорежиссеру сэкономить и не нанимать престижный оркестр а воспользоваться возможностями его симулятора подделывается конкретный статусный звук разве это не симуляк первого порядка серьезная же не сэмплерная электроника точно попадает в разряд симулякров второго порядка так как только применительно к электронной музыке записанные на компакт диске звуки и все его копии являются идентичными и не отсылают к какому-то оригиналу то есть если какой-то известный музыкант играет какое-то сочинение его записывают в студии нетрудно понять что то что мы имеем на компакт диске не совсем то же самое что звучало на самом деле это взгляд звукорежиссера на исполнение музыканта а не просто зафиксированное исполнение в случае же с электронной музыкой записанная на компакт диске музыка даже детственно самой музыки созданной композитором и не является копией а лишь представляет тираж то есть любая из этих пластинок любой из этих дисков не является копией в данном случае отличие от мастер диска и собственно диска сугубо юридическое так же как понятно что у него будут определенные права мы здесь рассматриваем не оригинал и копию с точки зрения юридического права это как раз очень хорошее замечание Кирилл потому что это показывает насколько это было трудноперевариваемо что потребовало введение определенного так скажем эталонного диска который является гарантом оригинала хотя а на самом деле ни один самый большой слухач в мире не сможет отличить разницу между этим мастер диском и теми копиями если они естественно качественно были изготовлены в смысле звучания будет зависеть скорее от аппаратуры на которых будет воспроизводить чем собственно от того какая информация там написана там есть только нули и единички ничего другого там нет хотя безусловно и электронная музыка сэмплерная и электронная музыка словно на синтезе звука особенно через цифровые технологии когда она с ними полностью пересеклась и соединилась в полной мере может отражать симуляк третьего порядка ибо цифровое пространство является конечно же одним из форм появления этого гиперреальности пространство которое создает само свое место существования а это уже проблематика симулякра третьего порядка но замечу что все-таки здесь нужно вести речь скорее об адаптации симулякра первого порядка в виде сэмплерной музыки не любое а именно копийник который пытается скопировать что-то во имя его замены все эти знаменитые комплекты оркестра к примеру или там комплекты ударов инструменты и так далее синтезированная музыка не сэмплерная музыка авторская конечно же является симуляром второго порядка лишь в целом их можно окрестить симуляром третьего порядка но подлинным же искусством симуляром третьего порядка в музыке является как мне кажется именно спектрализм согласно жирах вырезаем ключевая техника спектрализма это инструментальный синтез а инструментальный синтез цитирую это проекция техники электронной музыки на традиционный инструментарий симфонического оркестра конец цитаты то есть оркестровые инструменты реализуют то что делают частоты в синтезированном звуке на компьютере когда само пространство электронных звучаний выплеснулось за пределы электроники тогда и только тогда можно говорить о том что симулированным оказалось само пространство отношений то есть вот это уже подлинный симуляк в третьем порядке потому что он не просто это электронная музыка это попытка воссоздать систему отношений которая засвидетельствована через электронную музыку да она якобы есть настоящая звука но мы же не можем таким образом воспроизвести вытащить то есть мы обращаемся к электронному пространству в котором оно и раскрывается а потом воссоздаем уже акустическими методами здесь то есть мы пространство спектрограммы воспроизводим в реальность вот он симуляк в третьем порядке значительно более сложный процедур более изощренный процедур современное производство заточено на то чтобы развиваться в том направлении которое подсказывает сам материал я имею ввиду производство естественно в области искусства в области технологии материал диктует то куда будет развиваться та или иная отрасль по принципу того куда его сейчас развивать будет проще то есть соавтором прогресса становится материал люди научились понимать что самая существенная вещь это не ее форма цвет и так далее а то из чего она сделана и то из чего она сделана и определяет то почему она именно такая примерно то же самое мы видели в начале сегодняшней лекции когда обращались к творчеству Эдуарда Моне который понял что картина выглядит как картина потому что она нарисована красками на холсте в таком случае краски и холст являются соавторами художника если бы он хотел создать мультимедийную картину или голографическую картину она бы оказалась совершенно иной чем картина написанная маслом на холсте более того картина написанная на холсте на обратной его стороне как свидетельствую Фрэнсис Бэкер это совсем другая картина если вы знаете полотна Фрэнсиса Бэккона то они такие во многом потому что он всегда рисует на обратной негрунтованной стороне холста и это тоже что-то дает кстати немало по крайней мере его картины наверняка дольше всего проживут представляете какая степень впитываемости краски в негрунтованной холсте понятно что и поправить ничего нельзя нужно один раз и навсегда рисовать но это счистит там уже и время даже не счистит раз и навсегда с запечатленной краски даже такая мелочь повернуть холст уже скажется на том каким будет полотно к этой же самой идее обращаются и спектралисты они ищут сам материал в музыке это звук многие века европейская музыка в отличие от музыки азиатской крайне боялась звука как такового европейская музыка основана на скользании на бросании звука на переходе у нас это именуется обычно словом интонация в то время как в азиатской музыке звук может длиться до бесконечности долго это может быть и поющая чаша или какой-то гонг постоянно возбуждаемый ударом который никогда не замолкает и в данном случае звук живой звук длящийся звук не нуждается в переходе и в замене на что-то иное в то время как сама концепция мелодии как таковой предполагает как раз остров перед звуком уход со звуком в пределах нашей памяти должно произойти такое событие которое бы мы одним звуком уже бы не назвали потому что однако нота мелодии не минуется обычно спектралисты не сделали конечно Европу Азией так как если в Азии человек сам с помощью своих органов восприятия погружается в сферу микрофонии звука как такового для этого ему не требуется спектрограмма то для европейского сознания пришлось микрофонию представить как макрофонию чтобы она была считана поэтому конечно же произведения спектралистов слушаются достаточно легко значительно проще чем если вы послушаете какую-то полноценную не рассчитанную на туристов азиатскую традиционную музыку которая не рассчитана на 7-5 минут внимания туристов и цель это в этих 5 минут показать все что умеет исполнитель всему чем он за жизнь научился вот то есть такие вещи такие исполнения могут длиться несколько часов и там может почти ничего не происходить по европейским яхтам но сочинения спектралистов на самом деле достаточно ограничены во времени они не имеют масштабов полотен Мортона Фелдмана и там для европейского слуха достаточно много событий там всегда что-то происходит но эти события это все что на самом деле происходит за считанные доли секунд в крошечном очень коротком звуке однако и поиски в области живописи и поиски спектралистов в области звука влились не только в историческую логику развития искусства но как мне кажется мне удалось показать оно влилось и в общую историческую логику развития которого предлагает Бадрияр то есть в логику развития человеческого общества напомню что симуляторы Бадрияра были предложены не для анализа произведения искусства а для выявления неких базовых единиц формирований общества современного типа и компьютерные технологии которые появились сейчас и виртуальные единицы такие как капитал или социальное мнение информационные войны и так далее то что все можно смело отнести к симулярам третьего порядка очень тесно коррелирует как с поисками в области самой материи живописи то есть цвета допустим в живописи цветового петра в школе и звука в школе спектральной музыки все эти феномены феномены которые Бадрияр именовал симуляками и по которым определял исторический период нашего общества отлично смогли проиллюстрировать почему обращение к звуку как таковому стало столь типичным явлением искусства второй половины 20 века ведь теперь спектрализм если понимать это слово широко это наверное самое востребованное направление в области музыкального искусства но что есть автор в этих партитурах кто он оператор кто помогает звуку быть услышанным или все-таки композитор в привычном смысле этого слова мне кажется корректно говорить о соавторстве звука соавторстве инструментария и соавторстве самого автора чьи мы читаем на обложке что кстати можно наблюдать и в современной технике то есть на современном производстве то есть на производстве симуляров уже третий порядок где модульные технологии являются соавторами тех кто пытается с помощью них создавать изобретения то есть изобретение сложнейшее изобретение в области компьютерной современной техники во многом завязано на использовании колоссального количества изобретений других людей и в данном случае может ли автор говорить о том что он создает создал вот это эту технику так же как когда-то кто-то мог создать тот или иной часовой механизм или создать телескоп полностью выточив каждую линзу самостоятельно и так далее то есть сейчас это невозможно автор уже обращается к модульному производству и модульное производство во многом диктует ему и то с какими ограничениями столкнется его изготавливаемый продукт примерно то же самое происходит и в области музыки человек наконец-то лишился мифа о том что звуки музыки это написанные им ноты нет звук действует сам по себе если уметь его слышать и вслушиваться то звук может оказаться хорошим помощником а не тем львом которому на протяжении веков на протяжении на полотных великих живописцев Европы грозный Геракл разрывал пасть спектральную музыку можно отождествить скорее с образом сфинкс у которой нижняя часть тела льва а верхняя человек каждый делает свою работу и в результате от этого она только выигрывает у меня на сегодня все если есть какие-то вопросы по лекции то я готов на них ответить вот такое даже не вопрос а может вольно отвлеченное рассуждение вот вальтисте Данилове в Орловском романе там речь шла о том что ну машины сочиняют музыку можно ли назвать в этом случае это симуляк равна 8 третьего порядка или это вообще новый вид симулятора то есть даже уже композитор не сам звук пишет и работает со звуком а как бы уже машина работает с тем что когда-то работал человек это принципиальное отличие допустим я думаю что нет то есть это по сути то же самое это симуляк третьего порядка дело в том что просто если так скажем у нас была сегодня лекция посвященная все-таки творчество Бадрияра то я бы немножко дал симуляк и поглубже и конечно бы показал то что хоть Бадрияр умер относительно недавно 10 лет назад но тем не менее все прелести так скажем интернета все прелести особенно социальных сетей во всем их объеме с этим уже не столкнутся и тем более этого нет в этих работах симуляк 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 это 81-й год видос 95 по понятной причине появится достаточно поздно относительно так и вот соответственно как мне кажется можно вести сейчас речь действительно о таком феномене как либо симуляк 3 плюс либо даже о симуляк 4 порядка и в данном случае машина которая создает музыку если эта машина создает искусство так скажем не по законам которые прописаны ей человеком то в данном случае речь идет конечно же а скорее о симуляк или даже 3 плюс симуляк или иного если же эта машина рассчитывает музыку по принципу заданным человеком где в данном случае это соавторство даже в данном случае слово соавторство не нужно принимать 50 на 50 оно этого никогда не предполагало когда мы видим на книге две фамилии это же не значит что они во что бы то ни стало написали ровно пополам один мог написать другой отредактировать мог обращаться к другому автору за консультацией как очень часто работали в соавторстве Жан-Люк Нанси и Кулаберт то есть в зависимости от темы мы понимаем кто здесь являлся а консультантом а кто реальным автором книги и это и по стилю легко отличить просто они по стилю достаточно разные а в советскую эпоху существовала еще более печальная ситуация когда там обязательно должен был прилагаться определенная вот такие книжки тоже нам известны хорошо вот как для музыкантов наверное особенно струнников исполнителей хорошо известна книжка Берлянчика Либермана конечно написал ее Либерман что там сделал Берлянчик неизвестно но фамилия у вас стоит первая потому что он на Б а Либерман на Л так что существуют конечно и такие виды соавторства и соавторство человека и машины не предполагает того что они сделают пополам сам факт того что человек припоручает что-то машине с одной стороны говорит о том что вмешательство машины минимально потому что человек тоже машину машину тоже человек сделал с другой стороны это вмешательство может быть настолько сильным как это было допустим в случае с музыкой которую я вам показывал на самых первых лекциях я говорю о тотальном сериализме когда это не машина в полном смысле этого слова это лишь придуманные формулы но далее они разворачиваются самостоятельно то есть они являются соавторами этой музыки и являются в каком-то смысле авторами ее полностью за исключением того что их авторами авторами этого алгоритма является совершенно конкретный человек и в данном случае если вы помните я эту музыку причислял смело к симулярам третьим полетам но если речь идет о том что эта музыка уже создается программой по ее собственным закономерностям вполне возможно что можно вести речь о симулякре 3 плюс порядка но мы не так давно были с супругой на одном виртуальном проекте проект мимпи который предполагает того то что там музыка синхронизирована с интернет так скажем с виртуальной полосой которую с помощью софта можно скачать на свой телефон и этим гаджетом управлять этим произведением искусства оно живописное к слову это не музыка музыка является лишь частью этого проекта гоняя линию по картине ты ее гоняешь не один а вот сколько людей присутствует кто заинтересовался этим кто участвует в данный момент в интерактиве столько там этих полос и будет и в зависимости от этого меняется звуковое звуковое оформление звуковое сопровождение то есть с одной стороны это а электронная музыка которая там звучит б система так скажем некий алгоритм который был придуман для перевода графики в звук и в то же время общественное мнение сложившееся в этой ситуации в полном смысле этого слова которое само по себе является симуляром третьего порядка потому что это же не просто статичные люди здесь есть именно измерение общественного мнения куда и каким образом они захотят поиграться с этими линиями ну там пространства для этого достаточно и таким образом вот из этого складывается то что можно было бы назвать три плюс или даже четвертый я не отступаю в данном случае от Бодриара не являюсь философом и я не хочу его системно навязывать категорию которая у него не заявлена поэтому можно обозвать симулярхами три плюс порядка в таком случае когда это не есть машина пишущая музыку но машина ее воспроизводит а люди ее тоже не пишут так как люди здесь являются по сути элементом лишь стахастики которые запускают машину а вот машина уже воспроизводит музыку в таком случае да это явно музыка симуляра три плюс какие есть еще да Кирилл у меня что-то вот в самом начале лекции посещало такое сомнение я просто выскажу и это будет вопрос не является ли вот этот формальный прием не то что обесценен а обессмысливанием самого художественного произведения ну скажем если дарился к фуку взять любую картину и если рассматривать эту картину как материал то кроме холста и масла это красок на ней ничего по сути дела нет а сам образ да там создаёт собственно говоря ну фактическая система мозга человека и если скажем так убрать этот алгоритм да который производит ну скажем человек и для него это имеет смысл это имеет смысл поскольку то чувство которое там идея заложено оно передаётся человеку напрямую то по сути дела тогда получается что любая картина все картины получаются одинаковые поскольку по той простой причине что там имеется холст и масло и которое не кодируется уже в конкретный образ не кодируется в конкретный смысл мне кажется что здесь есть некое обессмысл основного производства искусства если обращать внимание на я понял идею спасибо за вопрос действительно это нужно прояснить эту ситуацию дело в том что речь идёт не случайно о Мане то есть это даже не 20 век речь идёт о той необходимой так скажем линии том необходимом пороге которое искусство должно было пройти чтобы признать то что оно не работает с нейтральными элементами то есть то когда Фуко достаточно радикально пишет о том что Мане изображает только холст а те фигуры которые тут представлены являются вообще отвлекающим элементом для того чтобы мы могли увидеть холст как сам таковой холст и действительно на некоторых картинах это выступает со всей очередностью когда эти корабли полурасплывчатые которые действительно могут послужить притечи импрессионизма и случайно его к таким частям отождествляют хотя он скорее всё-таки провозвестник более радикальных уже типов искусства 20 века тем не менее как мне кажется здесь важно было то чтобы увидеть этот холст хотя бы один раз не для того чтобы все потом до скончания века выставили этот холст в эпоху маньеризма была одна из таких работ европейских когда выставили просто холст и на нём написали не нужно ничего рисовать это не совсем то же самое мне кажется что речь идёт о том что художник не осознавал до 20 века то насколько картина зависимо от вот этих двух простых составляющих и поэтому не случайно художники начали обращаться к большому количеству дополнительных элементов это и даже художники реалисты здесь речь не идёт исключительно об авангарде когда привлекались дополнительные включающиеся в картину компоненты это может быть и калаш это может быть и элементы декора которые как встраиваются в саму картину так и картина к ним может прилагаться и вот как бы о чём идёт это отправная стартовая точка с которой начинается новое искусство это грубое обнуление аннигиляция и с помощью этого перезапуск на новом витке а не то что любая картина во что бы то ни стало должна выражать холст то есть он увидел что все картины одинаковые и бы увидел холст и показал его структуру после того как это увидели все все обратились к новому типу искусства вот так то же самое и в музыке кстати как таковой то есть такие радикальные опыты как у Ксенакис господи у Штагаузина когда в течение длительного количества времени звучит лишь один доминантовый саптохорд это не есть это не значит что ничего кроме доминантового саптохорда понимает что сам по себе этот саптохорд писан саму спектральную природу единого звука то есть это лишь наиболее слышимые его составляющие те которые слышат невооруженным слухом рядовой музыкант не музыкант даже и в данном случае это не значит что вот это столб и так теперь все должны писать и что спектральная музыка она должна обязательно по естественному агартонному звукоряду двигаться конечно она тогда вся одинаковая будет но как вы слышали из тех треков которые я привел эта музыка совершенно различная более того даже сам Гризе которого я здесь цитировал я цитировал только его работы очень редко когда полностью воспроизводил на макроуровне природу самого звука на его микроуровне он с ней игрался он ее мог обращать он мог наоборот какой-то раздел посвятить как бы говоря сделать его комплиментарно наполнив теми элементами которые так скажем в обратном виде отсутствия изъяты как бы изъяты из того из первично взятого звука то есть дичь не идет о прямой зависимости вот этой формы от некой новой составляющей речь идет о том что этот звук теперь вообще любая звучащая субстанция принимается не как данность над которой господствует нота что вот мы ее зафиксировали нотой а это просто озвучивание ноты вот это получше вот это похуже а это принимается как живая субстанция с которой у человеческих существ выработалась определенная система взаимоотношений так же как у нас с краской но цветов же не существует цвет это сугубо культуральный финал финал связанный с человеческой культурой если речь пойдет о каких-то животных то они будут воспринимать с наличием колбочек с наличием колбочек но как понимаете цвет это не просто цветовая шкала в области химии и физики цвет это еще культурально обусловленный целым рядом амплификаций то есть там красный с огнем с кровью и так далее хотим мы этого или не хотим он наполняется определенным значением сам по себе цвет и не случайно что цвета очень часто так и называются типа кораллы хотя понятно что сами по себе кораллы бывают различные и так далее так что как звук так и цвет это во-первых физическая материя вдруг вторых она включена в человеческое сообщество и уже работает то есть композитор работает не с нейтральными нотами что захотел бы он написал а работает с тем что уже сложилось он может его менять может в диалог с ним вступать но он не может его создать какие еще есть вопросы а где же тогда ну чисто граница такая скажем для усредненного зрителя где есть музыка где нет музыки ну может быть дело в том что для каждой эпохи ну очень упрощенно для каждой эпохи нечто является самой музыкой то есть продуктом культуры а нечто не является потому что этого нет объяснения в рамках дискурса этой эпохи и значит музыка становится музыкой только со временем и через некоторое количество времени любое звучание нашего пространства вокруг теоретически может стать музыкой значит это будет конец обоснованию вообще звучание звука звучание звука в данном случае речь идет во многом о контексте о том что музыка как фитон культуральный предполагает определенный контекст для ее реализации то есть сам по себе так скажем скрип и этот же самый скрип привнесенный в контекст музыкальное произведение будут двумя совершенно разными звуками один музыкальным звуком не будет являться другой будет являться музыкальным звуком хотя чисто акустически они не будут отличаться ничем но постепенно это пространство расширялось и естественно если мы берем концепцию макрофонии Грязе в чистом виде то это озвучание всего в целом в принципе что в данном случае музыка не есть то что начинается и заканчивается вот это тоже нужно понять в новое измерение новое измерение последний и самый важный миф который сокрушил 20 век это миф о начале и конце два самых глупых на самом деле мифа но мифы которые оказались в истории человеческой культуры самые неоживучие в чего бы то ни было есть начало в чего бы то ни было есть конец есть только куча куча середин эти середины бесконечно звук не может начаться он всегда нету той точки когда мы можем сказать что он начался ровно как и не существует той точки когда мы можем сказать что никакое звуковое пространство было невозможно в любом случае это длящееся измерение измерение макрофонии пуглиза измерение ее в масштабах целой планеты естественно это до бесконечности длящееся звуковое пространство и музыка музыкальная пьеса как исполняемая на концерте или прослушиваемая на компакт-диске является лишь включаемой частью этого длящегося целого мы концентрируем наше внимание на ней в ущерб чему-то другому а не то что музыкальное сочинение оно обязательно должно уложиться в эти полчаса звучания как классическая симфония но вы знаете сочинение какие же которые длятся больше чем человеческая жизнь которая специально рассчитана на то что человек не смог за жизнь целиком их послушать по определению и это кстати достаточно радикально и умно оно учит тому что это лишь европейская традиция говорит о некой законченности это своего рода анальный подход к искусству по что бы то ни стало увидеть завершенность оформленность удерженность его в голове а музыка может быть лишь фрагмент фрагмент через того что ведется до бесконечности как если верить очевидцам которые ходили действительно на представление в азиатские музыкальные действия чтобы туда можно прийти и уйти в любой момент они не предполагают того что у него есть начало с которого все началось некая идея вывод когда это все завершится в некое осмысленное целое как девятая симфония битхозь начало восприятия все-таки есть начало восприятия да но начало восприятия не значит то что оно должно во что бы то ни стало совпадать с началом исполнения а это уже у каждого у каждого свое мы же не все от сотворения мира это же летоисчисление да мы при этом событии не застали большой взрыв мы застали уже моложе все и соответственно мы попали на такую-то часть этого звука мы только ее и можем послушать мы сами этот звук в него включены то есть спектралисты естественно обращаются к звуку в том числе и на самом большом уровне то есть если они его анализируют на микроуровне он их интересует и на макроуровне но представляем это по-прежнему в европейской академической традиции так как он может быть услышан и воспринят скажу лишь от себя что на концертах 300 номера когда здесь его играли в музыку происходит совершенно фантастические события то есть когда исполнителям удается точно попасть все вот эти достаточно детальнейшие описания он выписывает и все микротональные отклонения чтобы точно соответствовать имбиртов мимике действительно появляется такой феномен как живой звук его можно кажется потрогать и он начинает перемещаться то есть это действительно совершенно уникальное явление причем там всего одна пьеса исполнялась с электроникой с живой электроникой а остальные просто акустические пьесы и тем не менее они выходят за пределы чисто акустики они создают то что раньше акустические инструменты создать не могли то есть каждая отдельная партия если мы ее будем отдельно слушать покажется что она с определенными дефектами но эти дефекты нужны для того чтобы послужить базом для вклинивания другого инструмента и если раньше мы могли их дифференцировать что это флейт это гэд это струнные края это ударные то там это почти уже невозможно они соединяются в едином звук звук который на этих инструментах на самом деле воспроизвести нельзя потому что он их воспроизводит с помощью всех этих инструментов создавая новый по сути несуществующий инструмент который порождает тот звук который публика ощущает чуть ли не физически то есть вживую это производит просто фантастическое впечатление умирая в большей степени у Филиппа Юреля в меньшей степени но это тоже производило колоссальное впечатление тем более что Юрель еще есть у него черты минимализма он приносит в спектральное направление некоторые черты повторяющихся паттернов у Глеза это бывает мочелет а у Юреля это как одна из черта стиля ну а что если больше вопросов нет то у меня на сегодня все я благодарю за внимание для меня сегодня был очень тяжелый день потому что я повторюсь что с очень высокой температурой и тем не менее как мне кажется хорошо обсудили эту тему это музыка важная это музыка очень интересная и чтобы ее слушать нужно тоже понимать на чем она основана хотя бы технически а в идеале еще и те закономерности которые привели к ее появлению потому что как мне кажется важно было выяснить что это не просто баловство французских композиторов которые как известно всегда любили краски оттенки тембра что это было явление закономерное и в общем-то неотвратимое именно благодаря этому спектральные тенденции перешли в творчество почти всех современных видных композиторов даже тех которые собственно к шкуле маршрут имели самое отдаленное отношение ну например ваи сырья в творчестве можно встретить черты централизма в легкую да она тоже работала в архаме в одно время в центре компьютерного исследования музыки в париже но она никогда не входила в маршрут группа маршрут просуществовала до 80-х годов после чего Дюфур объявил о распаде группы о выходе из этой группы однако и Дюфур и Мюрай и Левенас это авторы которые работают в этом направлении по сей день и очень сильно повлияли на творчество других как более молодых композиторов так и даже композиторов своего же поколения ладно тогда примерно на месяц с вами прощаемся до следующего результата до следующего